Я сюда эту койку вытащу. И хорошо, что я успел вытащить. А то бы ночью меня привалило бы. Смотрите, как упала. А койка там стояла. Александр Карабань с одраганием вспоминает последнее ЧП и счастливое спасение. Ранним ноябрьским утром его разбудил не будильник, а громкий звук. Рухнули потолочные перекрытия. После происшествия решать судьбу дома экстренно съехались едва ли не все инстанции. Их здесь человек, наверное, 10 собралось и друг на друга пальцем тыкали. А кто? Администрация? Администрация и живут отсюда. Они понимают, что они чуть не убили человека? Да ничего они не понимают. Им этого не нужно. И человеку плачу, чтобы она за мной ухаживала. А они сути меня хотят. Умерть ведь? Полуразрушенный дом, в котором живут десятки человек, давно пора признавать аварийным и расселять людей, говорят жильцы. Но управляющая компания, чиновники, 4 года ограничиваются временными мерами. Сейчас они мне поставили подпорки. Вы понимаете, у меня здесь провисло, у меня упадет здесь. Я здесь сплю. Куда мне это все девать? На улицу. Кошачье мяу за кадром. Животные тоже просят о помощи. Крыша над головой хозяев – это и их спокойствие. После волны возмущений власти все-таки решили провести капитальный ремонт крыши и фасада. Работа стартовала, но к ней у жильцов много вопросов. Стена вывалилась полностью. Это уже вот, вот видите, у них окна и все, это все покорежено, все покорежено. Вот это сейчас они делают. Что они делают? Какую кладку? Они никакую кладку не делают. Они на старые кирпичи накладывают вот это. Это рухнет все. Посмотрите, фундамент рушится, все рушится. Все рушится, но строители медлят. На месте их почти никогда нет, говорят жители. Если в ближайшие дни над головой не появится теплая крыша, в квартирах будет парниковый эффект. Почему рабочие не торопятся с ремонтом, мы попытались выяснить в управляющей компании. Свяжитесь с директором, потому что люди ждут ремонта. Там жить невозможно в этом доме. 110-10. Данный дом, насколько я знаю, там работает региональный оператор. Делает ремонт кровли. Вот это я знаю информацию. Все, больше я ничего вам подсказать не могу. А сотрудник регионального оператора фонда капремонта многоквартирных домов говорить на камеру не стал. На данный момент на объекте капремонт крыши ведется согласно графику производства работ. Выполнен демонтаж старой кровли. Далее подрядная организация приступит к установке стропильной системы и укладке профлиста. Срок окончания работ в середине декабря 2020 года. Но люди уверены, что вовремя работы не завершатся. Они ждут помощи от надзорных органов и уже написали заявление в прокуратуру. Промедление, говорят жители многострадального дома, может стоить им жизни. Это крах. Мы на поле боя. Вот только я еще не вытаскиваю раненых. Как медсестра. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком.